Итак, сленг 21 века это не только речь, но и мода. Именно поэтому мы сегодня пригласили прекрасного человека, кто знает толк в моде. Это Елизавета Камлин. Вот, модель, самая настоящая модель. И здесь очень приятно, что у сленга тоже есть своя определенная мода, а в моде мода у нас вообще своя отдельная. Но об этом не только мы сегодня поговорим с нашим замечательным гостем. Спасибо огромное, что к нам пришли. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие-то вот, знаете, уникальные словечки, жаргонные слова в моде присутствуют? Что вот такое, остается, скажем, за кадром общих массов? Ну, как и в любой профессии, в любом виде работы у нас есть свой определенный такой жаргон. Профессиональный, так сказать. Да, да, свой сленг. В любом также стиле он тоже очень разнообразный. Вот. Начиная, наверное, от уличного какого-то такого-то прям андеграунда и заканчивается нежным винтажем. Вот. Ого, мы сейчас всковырнули пласт-пласт какой-то интересный. Я просто услышала очень много слов для себя неизвестных. Поняла, что... Улица, что? Приведите примеры, пожалуйста. Если, на потомом, что чаще всего вот слышится? Чаще всего, допустим, вот по нашим модникам, если пробежаться в Магнитогорске, это, допустим, вот свитшот. Это кофта с круглым вырезом и совершенно без застежек. То есть это кофта, ну, по сути, почти на каждом у нас есть. Ну, это кофта. Мне прям интересно, вот когда проходит человек, замечаете ли вы, что вот он постоянно говорит кофта, кофта, и раздражает это или нет? Ну, немножко режет по слуху, когда ты немножко в этом разбираешься, ну, ничего особенного в этом не вижу. А чем оскорбляет кофта? Что не так с ней? То есть, ну... Это свитшот. А то есть неправильно называете? Ну, правильнее будет сказать. Ну, то же самое птица, вот птица, а это попугай. Вот ты ее называешь птицей, а она такая, я не птица, я попугай. А, вон в чем дело. Ну, вот, ну, разная вещь. Хорошо, хорошо. Что еще такого интересного? Вот у нас среди модниц распространены такие большие сапоги, объемные, со шнуровкой. Мало кто знает, но на самом деле это называется мунботами или по-другому луноходами. Луноходами? Мне нравится. Да, вот они как называются, да? Вот это хорошо. Вот что такое луноход, на самом деле. Женщина в луноходах. Вот это хорошо звучит. Что еще интересного? Подожди, на них даже деньги не грех просить, да? Зачем мне это? На новые луноходы. Ты не нашла вкус? Просто посмотреть, как это выглядит, в чем она придет. Хорошо. Что еще? Ну, допустим, вот на мне длинный пиджак. Мне нравится такой стиль. Это называется, ну, оверсайз. То есть, это немного заимствованного у мужского гардероба, но он сидит на фигуре и не портит образ. Мне очень нравится. Большинство, скажем так, жаргонных слов, я так понимаю, откуда-то у нас приходят за границу. Да, даже очень много, у нас мало. И сколько русские, рождающиеся на территории Российской Федерации, среди модниц слова присутствуют? Что-то рождается? Кафтан? Что? У луноходы вот это хорошо было. Вот, сразу чувствуется, что где-то у нас под Сызрани родилось где-то так. Ну, я, наверное, затрудняюсь. Я даже не знаю, я в основном так. Слушайте, ну, маленький, ну, это уже скрыт. А валенки? Нет, это старенький. Они сейчас уже списные стали. Приятно, что моды тоже не стоят на месте, хотя бы в отношении сленга. Понятно, что она каждый год там меняется и прочее. И вообще не уследишь. Вот что сейчас в моде, скажем так, тренд весны. Вот что одевать, что надевать, что носить. Может быть, цвета какие-то. Цвета, да. Ну, вот, как твердит нам мода 21 века, у нас каждый человек уникален. Вот. И нужно в первую очередь выбрать, какой стиль подходит именно тебе. А потом только, ну, начинать вот подбирать именно под себя. Вот, ну, вот, опять же, как на своем примере, то, что мне вот нравятся большие... Это очень здорово. Большая одежда. Потому что закончились те периоды, когда все ходили в одном и том же этапе раз. Во-вторых, надо было чему-то соответствовать. Ты можешь надеть все, что угодно сказать. Мне так вот. Я прям помню эти белые маечки и джинсы, вот этого светлого оттенка. Ходили буквально все в этом. Все ходили. Сейчас появились какие-то там лосины, какие-то там в разных оттенках. Какие-то мешки, которые надевают на себя. А как определить, кому что подойдет? Да, вот. Это как-то из души идет? Или все-таки какой-то есть человек, который тебе это? Стандарт, нет, ну, там, внешность, тело, фигура, глаза, что? Вот, ты должен воспринимать окружающий мир вот в соответствии со своей индивидуальностью. То есть это ты выбираешь. Это только из твоей души идет. Это как-то так. А как по каким-то стандартам определяется? Круглое лицо, узкие бедра, ну, как-то я не знаю. Ну, естественно, да, можешь промахнуться с тем, что ты выбрал. На это у нас есть специальные стилисты, которые разбираются в имиджи и так далее. Вот. Но если ты не уверен в себе или ты видишь, что это на тебе плохо сидит, или на тебе говорят об этом твои близкие, ну, да, тогда, наверное, стоит обратиться к таким людям. А совсем вот, ну, как вообще стать моделью и что для этого необходимо? На самом деле сейчас все модели и вся мода настолько разнообразна, что моделью может стать каждая. Независимости, как раньше это было, от роста. Сейчас очень много направлений в моделинге. Вот. И как бы для начала нужно определить свое модельное агентство все-таки. Это прям снова полагается. Сегодня же идем искать на модельное агентство. Я решила стать моделью. Тебя заберу с собой. Меня не в одном модели не возьмут. Я прям представляю Александру. Сначала надо научиться хотя бы разговаривать с этими моделями. Есть какой-то маленький сленг, определенные слова, которые модели между собой будут? Ну, да, нам бы было достаточно тяжело общаться без своего какого-то, вот, своих профессиональных словечек. Ну, самое, наверное, распространенное это является дефиле у каждого на слуху. Это демонстрация одежды на модели, когда она идет по подиуму. Вот. Также у нас есть слово лук. Не как у нас в России лук это растение, а лук это внешний вид или образ. Ну, и, наверное, тоже у каждого слуху это кастинг. Это конкурсный отбор моделей. Продефилировали сегодня по волнам беседы, конечно. Замечательный Елизавета и Гамлет. Модель, которая сегодня дала нам пару советов, вдохновила на то, чтобы стать моделью одного из ведущих. Мы желаем вам отличного настроения, развития, роста и только хороших луков вам этой весной. Мы, друзья, движемся дальше. Подробнее, кстати, продолжение тематики моды. Поговорим о таком магазине, как Geofashion Store.